Дорогие друзья наши, близкие Савва Васильевича и его друзья, так рады вас здесь опять видеть. Все собрались, это такой день, день памяти и день праздника, праздник искусства. Я считаю, что это очень символично и очень правильно. Я думаю, что Савва был бы очень рад, что в день его памяти, годовщина, именно праздник настоящего искусства. Потому что виновник в сегодняшнем торжествовании Николай Петрович, в идее автора этих работ, он был большой художник. И Савва его очень высоко ценил, его искусство. Он считал, и я считаю, и многие знают, что это искусство с большой буквы, настоящее искусство. Мы эту выставку готовили совместно с Домом национальности, Московским Домом национальности. С сотрудниками которого Савва Васильевич тоже очень много дружил. Там было много выставок, общения, конференций. Он очень много души вложил в ваше общее дело. Вот здесь представители этого Дома национальности. Идея выставки родилась, ну как всегда, что же, в третий год мы берем наш каталог музей друзей. Той самой выставки, которая состояла к 70-летию Саввы Васильевича. И впервые она была именно здесь, в этих залах. И вот те самые друзья-художники, которые в этом каталоге, они у нас один за другим. И чтут память Саввы своим искусствам. Третьим у нас Николай Петрович Придельный. Гугольская тема тоже совершенно не случайно родилась. Это тоже очень, естественно, органично и символично. В процессе работы над этой серией появились портреты Саввы Васильевича Епщиковой. В каждом зале вы видите, вот там, где Николай Васильевич Деморин стоит, вот там вот портрет Саввы. Здесь портрет Саввы. В одном едином стилистическом ключе этой серии русских мужиков, тех самых мужиков русского народа, описанного Гоголя и неописанного им, который стоит как бы за текстом романа. Но текст можно читать бесконечно и во все времена, то есть от прошлого до настоящего. Поэтому Савва, для которого Гоголь был необычайно дорог, это было содержание пространства его души, можно сказать. Гоголь это был его писатель. Поэтому он здесь присутствует, не случайно. И он очень, естественно, органично вошел в этот графический ряд. Это русские мужики и Савва, это одна из запастей его личности, настоящий русский мужик, на каких земля русская держится. По-моему, это одна из самых важных наших идей, мне кажется, она удалась. Я очень благодарна за это Николаю Петровичу, потому что с ним было приятно работать, он очень отзывчивый, он работал в процессе. Он еще вот буквально завтра ехать в Москву из Екатеринбурга, а он продолжал работать над некоторыми листами. Так что это очень живой материал, это очень живую искусство, трепетная. И линия такая живая, пульсирующая, трепетная. Вот жизнь продолжается, как бы Гоголь не умирает, Савва не умирает. А мы вместе с вами здесь открываем эту замечательную выставку, я хочу поблагодарить. Ну, предоставить начало слово Марфе. Спасибо большое, что пришли. Я сюда ехала и думала, ну о чем говорить, в общем-то, все сказано. Вот сейчас я подумала, что с каждым годом эти встречи, они даже, ну как-то они даже ценнее, потому что время проходит, и ты видишь спустя год опять тех же людей, которые, в общем-то, с той же любовью, с тем же интересом приходят для того, чтобы вспомнить Савву, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы принести там часть себя, часть своего творчества. И то, что вот эта вот память, она становится, по-моему, еще более фундаментальной, такая более теплая, что ли, да, то есть вот ушла там, может быть, острота переживаний там первого года, да, когда там отца не хватало всем, и когда люди вот, люди уже привыкли, конечно, за эти три года к каким-то, к жизни без папы. Я бы смело об этом говорю, потому что мне практически все друзья отца говорили о том, что очень-очень трудно без него. Но сейчас как-то это все становится вот так вот камерно, да, так вот деликатно, и вот именно сегодня выставка Николая Петровича, она как-то, мне кажется, очень этому настроению соответствует. Она такая, чуть-чуть вот так тонко, так вот ненавязчиво. А про Николая Петровича я хотела бы, ну, может быть, вначале, как бы, это у меня такая, я думала, что я буду говорить в конце, и у меня такая юмористическая воспоминание, как бы, да, о Николая Петровиче. Когда он готовил эту выставку, он писал смс Нине Зайцевой, и несколько смс-ок пришло мне, как бы, и на мой телефон стали приходить смс-ки для Нины Зайцевой. Вот, а я была в это время в Краснодарском крае, как бы, и я, значит, пересылала оттуда Нине, значит, потом, значит, ну, три-четыре, потом я написала Николай Петрович, это Марфа. Ну, работа шла по всей России, видите? Да, да, ну, я была в курсе, мне было интересно, но потом я думаю, ну, ладно, в общем, как-то, можно уже приостановить. Сколько можно? Да. Вот, и вот то, как Николай Петрович ответил, я поняла, почему, как бы, собственно, то, что отец говорил, когда он увидел Николая Петровича, ну, это же, ну, он же вылитый гоголь, да, там, как бы, да, вот он же сам очень похож, но то, что, то, что вот это вот тонкое душевное устройство и то, что вот такая похожесть на героев Николая Васильевича Гоголя, вот в этом вот, как бы, Николай Петрович понял, что он шлёт смс-ки не туда, а на самом деле туда, да. Он написал мне такую извинительную смс-ку, что, боже мой, что же я наделал, я же вас беспокоил, да, то есть, в принципе, как бы, вот, понимаете, вот вы мне очень напомнили, вот, ну, я не знаю, вот, вот душевное устройство, вот, героев Николая Васильевича, я поняла, почему у вас вот такое созвучно, потому что, на самом деле, мне было очень приятно, совершенно... Нет, совершенно меня это не обременял, но... Спасибо, но в самом деле, секрет был просто в творческом стереоте, скорее всего. Ну, я понимаю, вот, поэтому мы все очень, как бы, да, мы повеселились на самом деле. Так что, спасибо вам огромное, спасибо всем за то, что вы не просто приходите, вот, как бы, ну, не знаю, с пустыми руками, что ли, а каждый вот что-то приносит, вот, в какую-то выставку, кто-то участвует, там, я не знаю, Гулю Агишу я сейчас встретила, завтра в Труде, придерживая, она теперь работает, завтра выйдет материал о боксе в Труде, то есть, вот эта память, она, все равно, не приостанавливается. Спасибо, Марк, вам. Игорь Петрович Золотовский, филовый, литературный кризис и большой друг Савва Васильевича Мщепова, вот ему сейчас предоставим слово, прошу вас. Я должен сказать, что я не просто большой поклонник Николая Придельма, но тоже его друг, чем я горжусь, хотя он младше меня, я его очень люблю, и как художник, и как человека. Вы знаете, действительно, судьба слила нас раньше, чем Придельм познакомился с Саввом Васильевичем, но очень скоро я познакомился с Саввом, работаем с Придельмом, и Савва так вспыхнула, ну, а когда Савв вспыхнет, то озаряется полумера. И мы с ним напечатали две наших статьи в российской газете о работах Придельма, и затем уже не с легкой, а с тяжелой руки Савва появилась выставка Придельма в музее Цветаевой, затем в музее Толстого, по-моему, на Новокузнецке, затем в Михайловске. Потом в театральном музее Бахрушина, и вот, наконец, здесь. Конечно, это законное пристанище его работы, потому что, можно сказать, что я могу себя причислить к некоторым прародителям Придельма в том смысле, что мы с Саввой любили его, и он не нуждался в помощи. Просто нужно было сказать, а вот Придельма, вот Россия большая, смотрите, ничего на ней не видно, а вот Придельма оказывается. Понимаете, конечно, я по профессии своей был потрясен, когда, почему, потому что я занимался всю жизнь Богом, в сауне книг и так далее, и все. И вдруг Придельма приносит мне маленькую скульптуру. Он такой маленький, он похож на ребенка и на птицу. Вот он стоит сейчас на моем столе и так смотрит внимательно на все, что я там делаю. Вот, это вот был первый такой подарок, который останется на всю жизнь. И, конечно, я должен вам сказать, что я знаком, если не со всеми, то почти со всеми иллюстраторами Бога. Конечно, прекрасен Агин с его 100 рисунков к мертвому душу. Не так давно я познакомился с иллюстрацией на шагах. Я написал об этом большую статью. Я вам должен сказать, что Придельм превзошел свои предшествия. И это не преувеличение. Я вообще человек строгий, но люблю такие преувеличения, но это так. Я считаю, что Николай Петрович принесет к тем людям сегодня уже, которые составляют славу нашей России. Я хочу вам прочесть, он же, между прочим, еще и палец. Вот у меня в руках его книга, вторую, первоисточник, проиллюстрированный им самим. Видите? Это дерево. Это сверхдель. Я хочу прочитать не все стихотворение, одно из него стихотворение. Уже понятно мне закатов красных медь. Плывет любовь осенним пароходом. Пусть я не смог всего себя суметь, Зато я тонко чувствовал привод. Я, видит, Бог всем только лучшего хотел. Но, может быть, напрасно мне была свобода. И тишина моя стояла неуделно. Зато я тонко чувствовал природу. Я ничего не дал своей родной стране. Тут ты, Коля, заблуждаешься. Ты не прав. Не отразил я многих чаяний народа. Но и не вспомнит завтра обо мне. Он и не вспомнит завтра обо мне. Зато я тонко чувствовал природу. Савва был великий человек. Вы знаете, он оставил мне, как и многим другим наследствам, много замечательных людей, которые здесь тоже присутствуют, которых я раньше не знал, и которых я полюбил благодаря ему. А в старости, знаете, трудно сходишь со с людьми. И вот это его наследство. И вот и стоит его наследство. Спасибо, Коля. Спасибо. Портрет Пушкина в высоком цилиндре точно преодолевает характер Павлия Сергеевича. Думаю, что это, наверное, предельский рисунок. Ну, что мне сказать о Савелье Васильевиче? Вот недавно вышла книжка, которая называется «Реставратор всей России». Название, надо сказать, красивое, но не совсем верное. Как реставратор-практик Савелье Васильевич работал сравнительно толково. Призвание его было совершенно другое. Это пропаганда художественного наследия России в полном егелательстве. Вот в этом отношении, я думаю, что Савель сделал больше, чем кто-либо другой во второй половине 20-го, в начале 21-го века. В этом его значение, в этом его судьба, и в этом, конечно, все-таки последующая память о нем. Яркий человек был, неоднозначный, разный, разных обстоятельств. Но все-таки, вот припомним, он ездил всю Россию, но, наверное, он не был только в Сибири. Русский Север, Кострома, Габич, Ярославль, Вологда, Кириллов монастырь, Ферафонтов монастырь, Корея, Кижи, Новгород Исков, и многое-многое другое. Вот уже одна география о его путешествии показывает его как человека в высшей степени деятельного. И как деятельный человек он оставил нам действительно совершенно замечательное наследие. Все, что я хотел сказать Савелию Васильевичу. Спасибо. Спасибо. Вот, что вы понимаете, не каждый приходит здесь пустыми руками, я тоже дам. Дам один из последних подрядов Савелия Васильевича на открытии выставки русской иконы 14-16 веков из частных собраний. Но она состоялась в музее изобразительных искусств, если я не ошибаюсь, зимой один из столбиков. Спасибо большое, Георгий Иванович. И вы знаете, что это так символично и трогательно, потому что вот у нас есть музей, но он пока на общественных началах, музей Савы Емщукова. Вот за три года приходили люди разные и приносили что-нибудь нам. Рокописи, газеты, фотографии, все что угодно, какие-то издания, и вот принесли книжку с иллюстрациями к Евангелию, и там была надпись «Музей реставраторов навечно». Ну, то есть, получается, что это вот само как бы происходит, само появляется название. Музей реставраторов, а кто знает, может быть, это будет музей Савы Емщукова и музей реставраторов. Я не говорю реставрации, а именно реставраторов. Мы собираем такой материал, так что ко всем обращаюсь, несите, мы будем рады любому материалу. И снимок этот сделан Алексеем Нитецким, очень хорошим фотографом. Да, замечательно. Спасибо. Поэтому, собственно говоря, так, ем. Спасибо. Ну, значит, я бы хотела еще предоставить слово организаторам нашим совместным в наступке с Дома национальности. Мазилова Татьяна Александровна скажет, наверное, несколько слов. Дорогие друзья, ну, я буквально от своих коллег, от своего имени хочу сказать, что мы благодарны Савюю Васильевичу, так что вот он в Доме национальности, Смарков, кстати, вы тогда пришли, помнишь, в самое становление Дома, когда мы только-только начинали. И благодаря этому человеку в наш Дом пришли его друзья. И благодаря ему в нашем Доме состоялись великолепные мероприятия от выставок, презентаций и так далее. Словом, о Доме узнали. Поэтому я благодарна Минина Васильевна. Мы три года не виделись в вашем коллеге, что, так сказать, не отказали нам принять участие в этой выставке. Николай Петрович, еще раз, и друзья, всех с нас поздравляю с этой великолепной выставкой. И хочу сказать, что Савюй Леонид Васильевич очень хотел в Музее друзей в Доме национальности как-то организовать эту выставку. Поэтому давайте Музей друзей у нас переименуется в Дом друзей. И его друзья это не слова, чтобы действительно были и есть друзья в Московском Доме национальности. Поэтому я всех приглашаю к сотрудничеству от выставок до презентаций. Мы обсуждали возможность эту выставку повторить именно в Доме национальности в Москве, с Мосинью. Да, и у нас есть тоже свои интересные. То есть, дорогие друзья, всех приглашаем в Доме национальности. Спасибо. Еще раз большое спасибо, что вы все есть и что в силу его пользуете. Митрий Михайлович Парин, историк, депутат. Петр Первый где-то уже ближе к концу жизни записан. Оградив отечество безопасностью ищет славу через науки и искусство. Вот, собственно, это завещание Петра осуществлял в своей повседневной столь многообразной депутат Иса Васильевича. Поэтому понятие реставрата в Сеароссии это не только реставрация. Это в каком-то точном где-то заложено смыслом. Он хотел восстановить Русь и ее дух, благодаря которому эта Русь прошла через тысячелетие испытаний. Вот это мы должны помнить. На самом деле это так, потому что это же не реставратор иконописей или живой, а реставратор в Сеарусии. Герой Таванович, мне кажется, название точное. Реставратор в Сеарусии. Понимаете? Нет, нет. Нет, не точно. Я просто из своей работы спрашиваю Брежнева. Пройдут годы, десятилетия, создадут новые ракеты, новые машины. Те, что сегодня имеют, это все-таки вот что хранится в памяти поколения. Ну, есть Александр Македонский, еще пара таких событий, а в основном античная скульптура, античная архитектура, все, что связано с выражением духа, которым наградил Всевышний Человек и запечатлел этот, кто запечатлел этот дух в каких-то материальных материалях, чтобы картина будь то, или мрамор, или что-то другое. За все советское время построим сколько у нас музея Турцкая три, сколько у нас театров построено, тоже три, есть о чем думать, вот мы думаем все до тех пор, и до тех пор все разрушаем больше, чем сохраняем и создаем. Из прошлого он хотел сделать выводы, из прошлого не только советское, то есть вы помните, старые годы в каждом номере писалось акте вандализма. Вот мы должны помнить это все, сколь нерачивлены были, сколь пренебрежительны были самым дорогому культурному посвете, наследию нашего духа. Я думаю, что когда-то кто-то ведется мудро, кто из этого сделает ЛВ. Ибо еще Аристотель сказал, если в нравственном отношении вы отстаете от развития технологий, то вы не идете вперед, а отдаляетесь назад. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Николай Петрович, Ваше слово. Мне бы по-минскому слову, потому что во-первых, я признателен Дому Полибина, всем, кто пришел, кто организовал, кто помнится. Во-вторых, ходят во слово о выставке, о мужиках. Они просто у меня появились, потому что я хотел построить справедливость и «Мертвые души» как-то их обозначить, потому что они там не главные действующие лица в России, но они там как упомянутся легка в чечковских документах. Вот я пытался вывести на сцену и показать в разных характерах, в разных ситуациях, в разных состояниях. Вот, и теперь мы и смотрим. Спасибо. Сейчас я подумала, что бы сказала вот сейчас Савва, приходите, приходите, там масса закуски, масса закуски, поэтому я всех приглашаю теперь продолжить праздник. Не знаю, где у нас столы поставили, если дожку, на улицу, значит. Все идем дальше, воспоминания продолжаются, речи тоже, так что готовьте все, пожалуйста. Прошу вас. Спасибо.